Что сказала? Финансовый не особо отступил, застрял где-то до миллиона. Хорошо. И получается, работа у меня с удачей. Я работаю на двух работах. Хочется чем-то заняться, типа, строительством. Ага. Какие-то финансы. Страхи. Ты на двух работах до миллиона зарабатываешь? Миллион. Угу. 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 Сейчас мы, посмотрите, мы про деньги в общих чертах. Ну, я свою теорию расскажу. То, что на вас будет работать, потом с собой возьмете с собой. Ладно? Жизнь. Давай. Здрасте. Ага. Громче чуть. Ну, я громко не говорю, потому что у меня голос пропадал. Угу. 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 Вы дочка или нет? Угу. А-а-а. Я чтоим работаешь? Угу. 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 но войти же все на английском хорошо ты отличница же или мне кажется да как ты работаешь с этим что вы делаете как это тебе поможет трансформационные записываю записную книжку есть комплекс отличницы там не кто этот кто ошибаться не любит записывайте я имя имею право на ошибку 24 на 7 21 день я имею право на ошибку сколько дней 21 день хотя бы там люди вы сейчас посмотрите я кому еще буду подходить сегодня куда будем работать некоторые прям плачут не могут выговорить когда идет терапия они прямо сказать не могут это в прошлый раз помнишь да вот это стояло две сестры которые приходили и я говорю скажи хуй она так я не могу у нее язык повернулся вот так и парализовала его а сестра так росты типа а то оказывается в жизни на херах всех носит ну то есть для них нет проблем у нее язык повернулся на не может сказать то есть когда в терапию сейчас зайдем тогда ну в общем будут очень странные вещи происходить понял я имею право на ошибку твоя аффирмация на 21 день ближайшие вы все пришли до сих пор не могу простить а пустить нужно сколько лет уже разведись 25 лет зачем ты как комитетчик развелась связь поддерживаешь зачем ты это делаешь а зачем развелась она он шел другой вы развелись потом он вернулся и теперь живет с вами а живет он стой ходок да ты свои деньги дала он купил день любовница квартиру ладно хорошо это ладно это здесь я думаю неужели себе муж ушел от таких не уходят ты вот это как сохранила в себе ты светишься аж как сохранила прям такая да видно же прям интересная таких не уйдет не уходят от этих ладно ясно мы все пришли спасибо а у тебя эти цели диски какие-то вещи стали проявляться не знаешь куда есть это с деревьями обнимайся я прям не шучу желательно с дубом да людей принимая но ты сейчас не сможешь сразу прямо принимать людей потому что когда профицит энергии ну принимать не понимать и принимать нет да сейчас очень многих открывается целительские какие-то способности и таких людей становится все больше и больше и если честно я когда смотрю когда вот как учат биоэнергетики там и что-то мне кажется ну шарлатаны на смысле очень многие вещи очень много вещей не додают то есть недопонимают или во всяком случае не так как я муж понимаю но еще не факт что я правильно понимаю да но но у меня мозг он алгоритмами я думаю и у меня в энергиях тоже алгоритмы они свои драйв ну вот так и когда я смотрю людей которые путают алгоритмы или как-то вот ну в их действиях нету логики мне кажется ну что за хрень то есть в энергиях тоже есть логика своя тебе пока ты не можешь ну как пока не принимаешь людей иди обнимайся с деревьями хотя бы по 15-20 минут в день или отдавая эту энергию мужу детям там родственникам туда ты можешь делиться с миром не обязательно делиться ну вот там обниматься с дубами ты можешь просто взять и ну как и представить в этот энерго обменами между землей и вот но небом и соединиться и тогда у тебя просто через тебя будет идти поток положите руки на не против ждет она это да это смотрите сейчас особенно после как после к вида да кто выжил вы же заметили что люди поменялись поменялась психи психология людей поменялась изменилась энергетика поменялась у людей вот эти как бы эмпатия очень сильно повысилась особенно у женщин уже у мужчин даже повысилась эмпатия раньше раньше все мужики знают что когда ты начинаешь идти налево сразу звонит жена хотя бы кто-то рядом появляется не обязательно чтобы там перри просто тут она сразу пишет и не звонит сейчас мужики стали так делать мужики стали чувствовать раньше надо было два месяца тракта же он что-то заметил сейчас он сразу понимает и поэтому все прям все изменилось и поэтому этим нужно учиться управлять и я думаю что чуть чуть попозже курс я это запущу какой-то чтобы управление энергиями потому что люди очень многие их перекашивать на энергиях это вот она и и приказ вот у нее как у тебя было сначала у нее горелось она не знала куда деть и потом у нее саму замкнула это передозировка энергии вот это вот который этот если видящего и тоже так заклинило ее на этом же из-за этого фингал под глазом сейчас вылез надо вот тоже начально вот сидит начинает только вот скоро начнется да вот здесь обиделась как только обида уйдет у нее тоже откроется вот тоже человек не понимаете вы смотрите это в мире это первый раз раньше это было с единицами сегодня это массовая какая-то фигня я чтобы в это все зайти я лбом стены пробивал у меня не было дара я приходил их дайте мне год тебе рано я вот черно выпросил сегодня но очень многие люди у них сразу вот это как будто есть и вы их не надо обучать то есть им не нужно там раскачивать каким-то эгрегором подключать сразу как будто им дали сегодня стало намного в этом прой но что с этим делать никто не знает правда что делать с эмпатией да когда ты чувствуешь что у человека почка болит тебе кажется что у тебя болит на от кого-то трудным запахом воняет и понимаешь что человек умрет скоро да то есть откуда ты холодом веет и ты точно понимаешь что человеку там полгодика год максимум с этим что делать никто не знает это я сейчас это астрал во сне да смотрите ты лучше делать что приходили ладно не говори что уходили тебя перекосило у тебя где-то замкнула да да потому что не учат куда сливать во первых смотрите когда ты работаешь человеком нужно понимать куда сливать негатив сейчас ты насмотришься подожди ты такая я бы испугалась жена поэтому пришла к вам на групповую терапию сейчас только не бойся ладно ты знаешь что я тебе скажу что тебя перекосило в тебе очень много сексуальной энергии ты просто в какой-то момент закрыла и тебя перекосило эти честно говорю а тебя сексом прям пахнет хорошо с этим что-то сделай она как сыр да в холодильнике этот пахнет пахнет на ней нет никто не ест короче поняла да то есть ты свою сексуальность очень должна ну как бы выдать ему обратно поняла ходишь его спину толкаешь там этот теперь надо смотрите мы уже если кто-то ждет уже терапии мы уже это ее ведем где-то полтора часа потому что мы чувствуете да потихоньку начинает качает где-то где-то покалывать кого-то этот в общем процесс уже начался сейчас мы еще дальше продолжим я вам просто объясню что будет происходить сегодня группа сильно мягче чем на той неделе было я очень вам благодарен что вы вы как будто готовы что ли а есть люди которых небольшое сопротивление но не сильно много это это быстро справимся ваша задача сива сегодня глубокий вдох через нос выдох через рот я каждому подойду потихоньку с вас начну это выдавливать кто-то будет там плакать не нужно подглядывать за ними ладно что там у них происходит очень конечно интересно но займитесь лучше собой иначе вы посмотрите на других и ничего с вами не произойдет важно доверие и скажите пожалуйста у кого была коррекция зрения на этот у кого линзы у кого да и у кого операции кого куда давить нельзя или что-то там вот но трогать но откуда вчера допустим операция была или там и желчь вырезали очень такой нет тебя ладно я ты уже была ты знаешь она что происходить как я буду к вам подходить просто говорите глаза не трожь у кого там этот у кого корейцы зрения глаукома или что-то такое просто глаза это психосоматика глаз знаете это это нежелание мириться с какой-то ситуацией и не хочу видеть у кого зрение садится это духовная слепота если на всякий случай либо вам 41 год или 42 то на потому что вы когда приходите к офтальмологу мне этот некрасов сказал зрение садится духовная слепота и он нет ну просто пропадает зиму как бы у хуже становится и я думаю я за ним наблюдаем уже 72 что ли и уже без очков ходит но он этот он все равно читает вот так мне зрение хорошие руки короткие вот это и я понял что я лучше очки буду носить я этот но когда я пришел к офтальмологу когда спрашиваю сколько лет игришь там 42 или 46 45 на полочке это минус один возьмите они даже не делают правильным проверяют ведь сразу минус 1 что значит минус 32 это слепая уже это нежелание мириться с какой-то ситуации обычно да это видимо она жила там где ее там били издевались или что-то и она замкнулась этот человек который не знаю туда не знаю и выдумывать не хочу я в минус 32 очень не слышал тоже такого это ты открываешь глаза у тебя темно просто что еще вроде все кому в туалет надо восходить и поют люди правильно делают потихоньку тебе сначала нужно сейчас прореветься вы сейчас будете плакать и вообще не сдерживайте когда захотите кричать вам дома салфетку в этот рот прикрывать хотя бы ладно тут гостиница не охренеют просто да мы им дорого обходимся мы знаете первые тренинги делал восстание в дипломатии я вы мы будем кричать они на кричите у нас психологически тренингов много когда мы начали орать забегал официант или администратор 1 5 минут это добровольно они там это добровольно смотрите не сама цель чтобы вы все ревели орали плакали этот вы можете просто просто стоять ничего не будет все равно эффект будет нету самой цели чтобы там реветь и орать или что-то такое но если будет окей сейчас еще нормально к этому относятся знаете раньше сектанты секта сейчас вот вот такое было а сейчас стали попроще сейчас люди стали более просвещенные я так понимаю карантин сильно помог во просто всем делать нечего было все смотрели психологов там кого-то этот немножко просветили тоже хрень я тебе сейчас скажу вот так пфр по сравнению с тем что мы сегодня будем делать это черепахи панцирь царапать да это черепахи панцирь царапки она она как гипноз она действует на одного из 10 человек примерно гипноз честно этот он очередной ко мне один приходил с россии тесна ко мне один гипнолог приходил короче на разведку пришел на мастер-класс короче что-то решил свой кунг-фу я не знаю кунг-фу свой показал потом обосрал меня соц сетях не знаю обосрал меня в социальных сетях типа говорит смотрите шарлатан короче взял мои вот эти видео что-то туда вклеил а он оказывается я потом за ним последил он оказывается провоцирую специалистов так и те потом приходит к нему на канал оправдываться а я че дурак что я блять он меня там прорекламировал ко мне там 5000 подписчиков от него подписалась ну пошло то спасибо что такое какой-то худощавый высокий седоватый такой казах конторец какой-то вот он пришел туда ваш он же к нему пришел потом на прямом эфире он и он был потом он меня обсирал он не обсирал где-то месяц думал что я среагирую и зайду я на провокации не поддаюсь бульву я отрезаю не ломай камеру там она не секса хотел сейчас подождите ты все этот из контекста не вырываете я сейчас объясню как было женщина короче этот она не сильно хотела этот секса с мужем вначале и она сквозь как бы зубы с ним шпилилась это продолжалось несколько лет потом она из-за того что она не не хотела все вечно недовольная ходила у нее рак этой вульвы или чего там и ей короче подрезали эту всю херню у тебя и этот и сейчас она теперь может с ним не трахаться официально я не договорил вот допустим я работаю не хочу ходить 7-8 лет работают я нормально зарабатывать да это насилие до сады тем и люди которые ходят на ней нелюбимую работу ты говоришь так я выбираю ходить на эту работу еще год или сколько тебе там надо и ты договариваешься сам с собой не хочешь мужа ты еще я выбираю этого мужчину еще на один день и еще на один вечер и потихоньку без насилия над своей психикой с собой ты начинаешь с ним просто взаимокоммуникацию как будет тесно и все и тогда не будет вот этого телесного сопротивления ты можешь делать ужасные вещи но ты должен договориться с собой это для тех вот кто этот сильно моральные которые которые не матерятся которые там не за я знаете как это в кое-что это снова бывает попал за стол как к одним и было очень такое сложное время когда нечего было жрать мне и я регистрировался на сайтах для чечников кто там айтишники сап оракол да они приезжают я приходил и ел твердые сорта сыр и сыр и там мясо и короче я там шведский служи и ел прям много короче я набирал по три тарелки то в себе и вот стол такой а там же все ну такие директора компании там такие в образе все сидят огромный круглый стол я сюда три тарелки притащил оказывается там была одна компания и просто там соль стол был свободный я сел туда а это не все друг друга знают и такие нож свилки едят а я там нож увидел там я не знаю когда только увидел и они все такие сидят и едят что-то этот я вот оливку вот беру вилку оливка вот так это вот как помните как этот как в фильме этот золушка или как он короче я втыкаю ну в оливку вилку это оливка вылетает короче ваза посреди стола стоит она в вазу с вазы в тарелку к моей соседке от ее тарелки отскакивает и ко мне обратно и так крутится прийти и они вот так все на меня осуждающий человек 12 смотри и я за эти и вот чтобы вы не делали просто в себе при ну вот прими просто то что что ты натворил и все когда ты не у тебя никакой реакции ни у кого никакой реакции и тогда она не будешь на себя накликать всякую фигню готовы с деньгами давай разберемся тогда сначала вы сидите только на местах андрей придет ладно там этот кто там этот кто посылки оплатит просто покажите чек просто сейчас андрей пройдет вы ему или чек покажите лет сейчас я руки помою пока приду а где здесь куда она потом это что-то с с родителями с родственниками посмотри нет смысле это кто-то болеет или что кто ты туда подойдешь у камера нормально радуйся что-то иди радуйся а не радуйся не при всех ну нет давай ага вот туда отойди что в камеру не попадет говори говори вот по поводу фригидности допустим я вот 18 там браки никаких поцелуев я не хочу и как это здоровье начинает уже спина вот сейчас я могу сейчас я объясню сейчас давайте чуть-чуть этот в женское здоровье немножко нырнем потому что я так понимаю вообще вот эта тема сесса порча и проклятие есть разница большая на порча ты начинаешь болеть неведомой херней ты просто с того что-то происходит врачи найти не могут это порча либо сгораешь ты там ну там онкология там за месяц-два сгорел просто непонятно почему то же самое а магия это это когда у тебя не получается в жизни ничего то есть ты работаешь не получается твои отношения закрыты там то есть но только в стену долбишься но это смотрите это же антинаучная херня ну смысле это да и поэтому ну пусть проклятие к она все равно выходит выходы разные там вот так парализует кого-то у кого будет руки вот парализованы этот не пугайтесь то есть это на минут на 15 она отпустит там лицо так поворачивается руки у таки но и ноги парализует вот так это короче но ненадолго ну не все но в основные да сейчас посмотрим смотрите то что касаемо там вот этой антинаучной всей фигней сущности порчи там эти проклятие так далее ты в безопасности тогда когда ты чистый ты в безопасности тогда когда ты в любви и радости живешь ну так не знаю это может она прилететь на энергию вот вот эту как бы этот я не знаю как летучие мыши до вороны прилетают на негативную энергию знаете я на природе когда людей чищу потом вороны начинают вот так виться и вот там клюют потом вот эту вот слюну отрыжки все сейчас посмотрим кто там то вот недавно лег прям во весь умусты я не могла никак очнулся не трахает нет сонный паралич называется еще бывает трахают еще ну значит поменяй квартиру или почистить надо сонный паралич это надо сонный паралич это это панические атаки это проявление панических атак во сне это сущность это сонный паралич это сущность это смотрите на кто кто на ком висит смотрите по поводу сущности вы вот все же ходят там на духовной практике на медитации вы притянете туда но тут сущности этого уровня на котором ваше сознание ну и я вообще на на групповые медитации не ходу не хожу потому что там в этот как этот свинк вечеринка для сущности мне кажется там можно поменяться на этих над на расстановках там каких-то этих нужно при мастер чтобы держал пространство если мастер просто пространство не держит то можно поменяться плюс 2 или минус 2 будет потом там поэтому сонный паралич это первый признак того чтобы ты ну сущность это на это жуткая депрессия и паническая атака купированный страх внутри если по-научному на смысл примерно это купированный страх который пришел в каком-то моменте допустим там какая-то утрата или сильный испуг или нападение какое-то было страх усталость страх на не усталость смотри до усталости человек себя доводит допустим он боится нищеты и он пашет как проклятый на потом себя зажимает и сидит это замыкается внутри и потом любое примерный триггер который похоже на вот эту ситуацию у тебя паническая атака возникает пошли страхом раскрывается это вот более-менее научное объяснение а в народе что было понятно это сущность там вот это вот это но на самом деле этот страх он потом знаете у людей когда выходит вот в науке жениха там сущность там что-то это ты говоришь типа и но когда они говорят разными голосами на выходе ты по-любому поверишь что это не купированный страх когда он начинает шипеть и страх агрессия злость ненависть любая негативная эмоция в апогее но у тебя там вообще кажется твари по паре живут еще ты все стол прошлый раз сколько выходила это все сдерживается смотрите все ваши деньги отношения сдерживаются тем напряжением эмоциональным в теле которые вот этот я просто то не хватает энергии то ты не видишь ситуации ты неадекватно воспринимать ситуацию может быть это когда выпускаешь она потихоньку открывается это выход в астрал это ванга так делала это так делала ванга это вылет в астральну то есть ты астральным телом вылетаешь в будущее смотришь и возвращаешься я тоже так делал раньше это нужно это можно научиться управлять а можно от этого отказаться и все очень большие делают практики очень такие серьезные где учат выходить в астрал тогда ты можешь здесь выйти в астрал и уйти посмотреть что в америке происходит и вернуться то есть но но этим нужно управлять я этим не умею управлять поэтому я в это не лес да в медитациях можно улетать осознанно поэтому я не нравится в астрале сейчас есть астральные нападения и я когда вы так вылетал из тела и у меня была жуткая депрессия здесь попал к цыканой целительницы до встречи она принимает гуля из вас зовут пол гуля она мясо торгует на базаре короче на артеме что ли и и она я тогда пришел ну в общем к ней у меня отец здесь лежал в больнице в коме нет у меня в бцк только карту дайкас пимуху или чё надо дать да вот сюда тогда и это это гуля она чё я хотел сказать а я представляете я вот приехал в поезде в астану и и во сне я где-то как будто это и на меня напал как будто паук такой большой и он я его вот он вцепился туда этот в спину я его так взял оторвал и выбросил это это сон теперь в астану приехал с отцом что-то мы там этот он в кому попал и я думаю и у меня депрессия мне знаете этот полный рост стоматита и есть не мог просто вот язык все заложила и вместе страдать сходи вот целитель тут в астане я бы пришел к ней и еда я уже стою закрытыми глазами она так подходит почитаю тебя здесь за ноги спине торчат чего какие ноги она паук или насекомое какую-то и стоит типа выдергиваться спины и у меня ощущение что что-то вытаскивают я вы какие ноги и она стоит и я отстаюсь и я в поезде я когда ехал и спал вот ну вот вот так было она что-то лазить дети не просят никуда я не лазил я вы тоже автоматически происходит мне не специально она не лазди попала вот так я думаю надо же это первый раз когда я столкнулся и совпало и потом я к этой гули там я не знаю сеансов 15-20 наверно отходил я утром проснулся у меня стоматита нету я думаю все гуля ты все я твой короче да я к ней ездил и у меня в знаете я вот закрывал глаза и вот так вспышки яркие вот так тут-тут-тут вокруг мне было ощущение как будто зажигалка жгет волосы как будто вокруг мне и думать что ты убери огонь подальше а глаза открываю на на диване то что-то читает сидит а я тут горшусь там поэтому это было первый раз когда я столкнулся с энергиями и начал ну вот потом я нашел учителя своего столкнулся со своим учителем и когда я увидел что делает и творит она я понял что ну я хочу научиться этому потому что когда я был у гули я не понимал за счет чего что она делала потому что не было как кого-то физического проявления вот этой но выхода боли я просто стоял закрытыми глазами час потом платила и уходил не чувствовал изменения но я не понимал что происходит и когда а я если хотите я вам покажу дорогу или дождитесь моего курса уже это он где-то появится я думаю январь февраль где-то такой обучающий там где меня сегодня этот рассказал 22 3 этапа будет сначала такой воды это когда для себя что с этим делать как трансформировать куда убирать потом чуть-чуть там хай-левел и потом такой сделаем несколько этапов и это у всех есть сегодня потому что очень много людей которые сегодня целители очень много просто они не понимаю даже и я вам больше скажу сегодня успеха больше в бизнесе достигают те кто работает с энергиями сегодня стало так что ты можешь на мальдивах лежать в плохом настроении у тебя выручка здесь будет падать в казахстане и поэтому свое состояние очень важно держать на очень высоком уровне то есть точно твое энергетическое состояние эмоциональное влиять на уровень твоих доходов я думаю туда прямо пропорционально тратить меньше сейчас чуть про деньги поговорим у нас еще есть время короче женское женское здоровье и так далее даосские практики любви манты к че автор это мне в инстаграме одна говорит как мужчина может о женском здоровье объяснять не представляете даже чего только не знаю про женщин я энциклопедию молодой женщины прочитал наверное лет в 9 не всегда вы интересовали чего у вас внутри манты к че даосские практики любви это человек который работает с энергиями сексуальной энергии и здесь где вся гинекология у кого вот летит там кого гормональный сбой вот сюда мужчинам туда же из даосские практики любви для мужчин 9 с половиной недель по два часа ну там по двое суток шпилиться этого тут как этот будет но надо заниматься прям здесь вот эта практика вообще даосские практики любви манты к че и она и он должны быть без стресса я его когда читал у меня так получилось два или три раза всего это тогда когда мозг отключается то состояние такого как бы получать полутранса непонятно если вы вдвоем в это состояние попадать это прям медитация все что было до этого это просто кардио это прям ну вот вы улетаете вдвоем это вот что-то вроде тантры наверно но ее не тоже надо массажировать но да вот я тоже не сразу понял но очень а этот отчет как они называют это лингам до лингам а это и не лингам этого мужика и у него уже в общем это это меня так с филацию поймали знаете да че такое филацию это минет это я думал это что-то про шторы итальянские вот манты к че даосский практик любви для тех ханжей женщин которые я с кем попала не могу мне надо его полюбить и 20 лет секса нету тогда это этот губка райха называется я прослушал женских тренингов по сексуальности но раза два я наверно был и два раза этом я говорю я не буду мешать и просто послушаю да и хорошо меня знали там кто участники играть ладно посиди послушай я два дня спал я вот так приоткрывал глаз какой-то момент они там что-то все прыгают в трусах думаю ладно все спи я вот два дня просто проспал но информациями на корочку под корочку записалась губка райха это райх это психолог там по моему то ли восьмидесятник то ли кто американский он это спер у йогов йоги йоги из йоги все дыхание хоффа это йога губка райха то есть они где-то там берут приходят и потом как это мое скоро дыхание игорь ким появится и одну попозже чуть я тоже спер там у одного сидерский спер тоже у йогов а я сопру сидерского и назову игркин постмодерн вот губка райха это для мужчин и для женщин когда есть когда воздержание длительное когда в командировке когда мужика рядом нету когда я еще вот развелась еще пока не могу в общем это вот для вас почему женщины легче вы легко отказываетесь от секса знаете из-за чего вообще логика происходит такая сначала я обиделась и вы начинаете манипулировать сексом почему-то и ну и жопой вертеть я не дам типа а сама хочешь да ну но я и для не дам потом был а он того мужик такой дай ты такая нет и этот пошла ты на короче вы думаете что его это должно сподвигнуть как бы тебя завоевать а он думает пошла ты короче и он ну не хочет и не надо она думать ты думаешь а тебе не надо тогда у меня на тоже не надо и вы закрываетесь вы вот этот поток сексуально закрываете энергетически и потом он ты смотришь он не проявляет теперь инициативы пусть чем дурак ты ему три раза уже отказала и ты думаешь что ты нежеланно ты начинаешь обижаться на себя падает самооценка потом ты лично на него что он тебе не домогается и короче это все схлопывается и прошло уже там пять лет то есть логика примерно шаги такие нас на самом деле это это его недавно в одной семье был и там они там типа типа разводятся она так решила типа мы разводимся она его типа выгоняет и короче и она ему не дает и я на два месяца не дает и она за чуть-чуть и он что-то ходит такой злой по квартире его конечно ты ему не даешь а она еще когда он проходит мимо комнаты скидывает специально дело что жопу было видно я этим голову оторвал курица то блин уже дай тогда по-человечески или ну в общем понятно домой потихоньку это схлопывается потом отсутствие оргазма все со следующим партнером потом ты не понимаешь что происходит у тебя отсутствие желания либидо падает и потихоньку тихо-тихо это все замыкается женщине когда ты говоришь твоей жизни не будет оргазмов и секса для нее это ничего не что вообще это пустой звук она ну и ладно чаще всего мужику вы скажите что у тебя с этого момента сегодняшнего дня секса больше никогда не будет стоять не будет он повесится на следующий день для мужчин это смерти подобно для женщин почему-то ну нет и нет поэтому больше женщина обращаюсь это губка рая халам чтобы вы не замыкались потому что когда у мужика нету секса для него это набата он уже понимаешь что надо заниматься здоровьем психика еще чем-то что-то надо делать либо он превращается в толстого жирного дядьку которому ничего не надо как кастрированный код становится поэтому вот сюда обратите внимание деньги в деньгах есть несколько моментов таких которые все знают но почему-то никто не делает это вот как с машиной до когда хочу машину и не покупаю это вот тоже такой обман внутренней но внутреннего ребенка своего все кто застревает вспомните что вы себе обещали когда вы сказали я заработаю вот столько особенно к тех кто знаете то подлетал и упал вспоминайте вот так и начинаете зарабатывать вот так здесь здесь время вы начинаете зарабатывать и в какой-то ты ты говоришь я заработаю там какую-то сумму и я себе куплю там безо кроссовки и вы зарабатываете эту сумму твой внутренний ребенок такой кроссовки ты следующий раз сейчас мы под заработаем и потом опять пойдем этот и ты своего внутреннего ребенка напрягаешь он начинает опять вверх подскакивать и он думает сейчас мы двушку заработаем и мы себе купим кроссовки и ты говоришь чуть-чуть напрягемся сейчас мне еще там надо этот мами дать туда дадут и потом мы подпрыгнем и он опять начинает туда куда-то та 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 и ты опять кроссовки ты веришь нет потом ты говоришь давай мы будем зарабатывать не 35 опять и он тебе пошел ты нахер я тебе не верю и ты падаешь примерно вот сюда это первый сценарий это на первоначальное накопление капитала это когда ты только начинаешь это никогда уже там майбахи полезли давай ты цель ставишь меньше чем ты можешь короче еще раз услышь ты цель ставишь меньше чем ты можешь это у инженеров это называется посадка с натягом да когда отверстие чуть чуть меньше чем в этот втулка но смысле она все равно на расширение должно быть всегда если мы говорим про терапию ты говоришь я поставила цель сумку я пошла купила сумку все успокоилась в этом нет терапии ты ты плаваешь в том диапазоне который у тебя есть ты должна выпасть за диапазон и тогда будет вот этот всплеск короче у каждого человека века есть в голове определенный предел какой-то суммы и ты просто в этой трубе себе покупаешь и поэтому у тебя не происходит ты вот допустим в этом коридоре застряла и все твои вещи и цели в этом в этом коридоре они не дороже еще раз услышите у тебя вот отсюда вот отсюда ты болтаешься вот здесь в покупках если бы ты вывалилась за вот сюда у тебя бы поднялся уровень доходов сейчас подожди мы еще не дошли вот и когда тебе перестает устраивать зарплата и куда-то проебала 2 миллиона и расскажи нам как ты проебала 2 миллиона нет я там поехала отдыхать да да очень я кайфанул да семьей там классно но короче вот сейчас вы говорите вот кроссовки кроссовки я поняла что я не купила я по концовке вот я на другое потратила а вот где моя морковка я ее да да вы потратили вы тратите туда где ваша слепая зона ты начинаешь тратить то что тебе дозволено смотрите здесь немножко есть такая штука вот из 1000 долларов допустим болталась вот здесь да и не выходила и вдруг тебе твой доход подпрыгнул как-то 55 тысяч долларов допустим вот это дельта в 4000 долларов вот это теперь смотрите просините свое время вот эту дельту когда у тебя уровень дохода поднимается выше чем твои твоя зона комфу как твое достаточно первые шесть месяцев вы проебывайте это ладно ты кайфанула некоторые там это брату машину купили соседей затопили починили ремонт сделали еще что вот короче ты всячески будешь избавляться от этих денег и будешь оставаться вот в этой тысячи твой мозг будет все делать чтобы остаться там же потому что вот здесь я не знаю как это опасно тебе сейчас я сообщил этих этих для того чтобы не просирать вот эти 4000 вот эту дельту 6 месяцев подряд знаете что надо делать надо взять вот эти пять штук и купить то что ты себе не мог позволить Купить то, что ты не можешь себе позволить Чаще всего это аксессуары Чаще всего у женщин это сумки У мужчин это часы У мужчин это может быть ружье Или вот что-то такое Ну там ниш там А ты себе прям Покупаешь там охрененное ружье Которое тебе нафиг не нужно Ну что-то для себя, чем не может Пользоваться жена и дети То есть сугубо лично для себя Ты один раз это тратишь Твой уровень нормы подскакивает вот сюда Три дня ты болеешь Три дня Ноги отказывают Вот когда вы поймете, что это терапия, покупка У тебя Тетя тошнит, рвет по носу Прям плохо Вы угадали тогда Я себе, когда вот такое сделал У меня на три дня ноги отказали Я ползал до унитаза и до кровати Все дубайские каникулы просрал Короче там Понимаете То есть просто я не мог ходить Меня спину так схватило Невозможно было Потом Когда у тебя мозг принимает Что у тебя уровень нормы другой И мозг понимает Что ты зарабатываешь мало Начинается вот этот вот Вперед Ага Вот например покупаешь Это дорогую вещь По моему случаю Но мне может три месяца Четыре месяца лежать Сейчас я писюм Чаще сейчас подожди Подожди Игорь может Сейчас Сейчас Вчера Коешь Я не хотела покупать Один костюм Но вертелся Я его купила А в итоге был розыгрыш один Я там выиграла Сертификат на ту же сумму Которую я потратила На костюм Представляете Теперь смотри Ты покупаешь себе вещь Женщины все очень часто так делают Вы покупаете себе Допустим платье Или там вот Ну Я платье просто умею рисовать чуть-чуть Пусть будет платье Да Ты покупаешь себе платье Какое-то дорогое За пять тысяч долларов Ты купила платье Допустим Диор Ну может там есть Наверное Диори Да за пять Хватит надеюсь Потому что кажется Дешево Короче покупаешь платье Диор Из-за того Что ты его не можешь Принять в голове Вы знаете что делаете Вы его вешаете Под подставочку Где вот крутится Со светом И наблюдаете Лет десять Пока Не станет Этот Прошлый сезон Короче вы Эмоциональную стоимость Вещи дождетесь Когда настанет Сто долларов И потом Только как-нибудь На похороны Оденете кому-нибудь В этом нету терапии Это нужно Прямо через себя Переломить Одеть и носить его Если вы не хотите Тратить там Пять тысяч долларов Купите за тысячу долларов Трусы И перейдите через раз Но ходите Да Стирать будете Вот так В этом В ванной Вот так Две пальчиками Понятно То есть Что-то Что выходит Не обязательно тратить Там Миллиарды То есть Можешь взять Какую-то сумму Которая для тебя Значима И купить Какую-то Сильное Ну Сильно Переплатить По твоему мнению За какую-то вещь Даже если Внутри Голова Тебе не будет Нравиться Я вот недавно Одного заставил Часы купить Он говорит Они мне не нравятся Я говорю Я ничего не знаю Бери И он взял Он сейчас там Ходит Тебе не лень Сейчас я упала И мне лень Да Потому что Ты не знаешь Для чего Ты когда Купишь Вот эту Тригерную вещь Твой мозг Поймет Зачем Почему Я говорю Зона комфорта Она опасна То есть Тебе все устраивает Понимаешь Тебе Диор Нахер не нужен Зайди Посмотри Какие цены Я вообще Прихерела Если честно Ничего не хочется У меня мечта Жене Диор Купить Ну платье Они меня так Тригернули Этот Диор Мать его Как квартира Блять стоит Поэтому Ну в общем В общем Такие вещи Прям Ломайте Я тебе говорю Ноги отказали На три дня Это ни о чем Не говорит Знаете Как меня ломало У меня В этот момент У тебя ощущение Что ты всех Голодных детей Африки Могла спасти И не спас И не спас Да Ты мог там Их одеть Там Что-то Своих детей Вы могли Съездить куда-то Вы могли Еще что-то То есть Нужно Нужно Это Поломать И позволить Себе Ну вот Возьми Маме Не нужна Сумка За миллион Ты Купишь За 300 Долларов И хватит Себе Возьми Знаете Ну что это значит Если у тебя есть деньги А ты вот Раскручку Возьми Это привычка Жить в долг Это Самый богатый человек Вавилоне Пожалуйста Почитайте Потому что Финансовую грамотность Нужно поднимать Я вообще Против кредитов Ну вот Смотрите Я против Кредитов В том случае Когда это Вы Заливаете В пассивные Какие-то вещи Типа машины Там Если это не бизнес Да Но Как финансовые Рычаг Кредит Очень круто То есть Это он Удваивает Но там Нужно смотреть Чтобы в кассовый разрыв Не попасть Это Нужен Финансовый аналитик Который тебя Будет придерживать Всегда Ну мы сейчас ждем У него пока Истерика Тихая Ну это Пожирание Будущих доходов То есть Когда ты Пожираешь Свои будущие Доходы Сегодня На потребительские Нужные Ты в какой-то Момент Столкнешься С кассовым Разрывом Такими С которых Очень сложно Будет вылезти У меня На консультации Была девушка Когда мы Расплатили Финансово Мы вытащили С нее такую вещь Что для нее Было Постоянно Брать Среди Это как Мотивация Но Она Выше Эта сумма Она Взяла Мне выплата 500 тысяч Она На эти 500 У нее Страх денег А выше Уже У нее Страх денег И она Постоянно Информационно Сливалась Очень У многих Людей Они не Развиваются Как бы Этот Мы все Короче 98% Населения Планеты Земля Развиваются Из ужаса Из страха Остаться Нищими Из страха Голода Или Какой-то Вот эта Морковка Сзади Короче Ты Смотри Одни Кроссовки За 1000 Долларов Они Твой Триггер Закроют Лет на 5 На 3 А каждый Сезон Покупать себе Кроссовки За 200 Баксов В течении 5 лет Это намного Дороже Шапоголизм Шапоголизм Это у людей От стресса Тогда Когда тебе Деньги приходят Тяжелым трудом И ты Начинаешь их Сливать Вот эта Твоя женщина Она сливает Просто деньги Чтобы у нее Не было Потому что Для нее Деньги Это стресс И когда Деньги Равно Стресс Ты от них Избавляешься Поэтому люди Лезут в долги И там Ну то есть На второй день Сразу сливают Это все Мозг Не делает Ничего Что для тебя Безопасно Что для тебя Опасно Он загоняет Тебя в такие И чтобы тебе Было безопасно И иногда Даже в долги Потому что Ты боишься денег Сейчас Тростняк Тупо Сейчас Не надо Нет Когда Если Зубы Сделай Потому что Пусть ест Дай бог Ему здоровья Да Но Смотрите Нельзя Родителей Содержать Больше Ну в смысле Давать им Больше Чем В их Мозг Входит Мы же С этого Начали Сегодня То есть Вот Если Они Привыкли Жить Там Допустим В определенном Уровне Там Даже ЖК Не нужно Им давать Премиум Класс Если Они Не готовы Постепенно Вы По одной Звездочке Добавляйте Если Они Говорят Все Нам Хватает Не надо Оставьте Там Не Давайте Больше Чем Они Могут Потратить Почему Потому что В какой-то Момент Ты Заметишь Что Ты Платишь За Кредиты Своих Родственников Потому что Она Будет Раздавать Эти Деньги Брату Сестре Еще Кому Нибудь Помогать Кому На Тое Ходить Все Отдавать То есть Она Начнет Сливать Поэтому Оставь В той Зоне Комфорта Где Где Они Сия Давай Чего Если Деньги Все Там В семье Было Хорошо Водители Там Жудро Влечено Когда Появляется Как Мотивация Если Что-то Тебе Надо Ты Начинаешь Зовет В зоне Комфорт Находишься Ты Все Сидишь Ты Упрямая Вот Платье Твое Нижнее Белье За Ты Доллар Да Другой Это Работает Пока Вы Не Дойдете До Миссии То есть Это Работает Примерно До 40 45 лет Пока Четкую Пока Твердую Маме Не Хочу Смотри Через Зуб Зуб Объясняю Сейчас Остановитесь Я Когда Говорю Это Остановись Лучше Папа Папа Любит За Что-то Да Папе Мы Приносим Подарки Папе Мы Приносим Медали Там Красный Диплом Красный Аттестат Машину Квартиру Мы Все Несем Папе Похвастаться Мы Не Несем Маме Потому Что У Папы Любовь Она Условная Папа Всегда Любит За Что-то Поэтому Ты Хочешь Нести Я До Сих Пор Когда Что-то Покупаю Или Что-то Делаю Большое Я Думаю Вот Бо Папа Увидел Я Машину Меняю Думаю Вот Бо Папе Показать Папа Бо Радовался Потому Что Маме Все Что Ты Там Достиг Она Тебя Любит Просто Так Она Тебя С Машиной Любила Без Машины Любила То Что Бы С Тобой Не Произошло Она Тебя Просто Любит Ей Не Надо Доказывать Что Тебя Можно Любить Но Папа Так Устроен Мужчина Что Он Всегда Хвалит За Что-то Он Хвалит За Поступки За Правильные Поступки Папа Учит Ребенка Что Такое Хорошо Что Такое Плохо Помните Крох Сын К отцу Пришел Вот И Папа Учит Мужчин Которых Воспитывала Мама У них С этикой Проблемы У них С порядочностью Проблемы Они Открывают Неэтичные Бизнесы Чаще Всего Если Не было Замещения Фигуры Отца Потому Что Бывает Тренер Взял На себя Эту Функцию Еще Кто Но Чисто С женского Общества Мужики Выходят Мудаки Из Под мамы Выйдут Мудаки Неэтичные Это Люди Которые Кидают И Все Только Для Них Поэтому Мужчину Когда Выбираете Выбираете Такого Который Хотя Был Если Мама Одна И его Воспитывала Хотя Был Чтобы После Армии Был Где Это Чтобы Он Набрался От Мужского У Женщин С этикой Проблемы Знаете Да Вы Делаете Нечисленные Поступки Вам В принципе Ну Да Правда Ради Сына Вы Оправдайте Зато И это Ради Ребенка Это Не Себе Я А Мужчина Так Не Делает И Воспитание Мужского От Женского Тоже Очень Сильно Отличается И Когда Мать Воспитывает Сына И Она Видит Допустим Что Его Гопники Остановили Она Что Делает Она Берет Швабру Выбегает На Улицу И Начинает Всех Там Пиздить Да Отец Что Делает Он Подкуривает Вторую Сигарету Ждет Когда Он Вернется Когда Он Вернется Он На Бокс Пойдешь Пойду Ну Все Папа Отвел На Бокс И Все Потому Что Задача Женщины Чтоб Он Не Умер Сейчас Понятно То Краткосрочную Чтоб Не Сейчас Было Хорошо Задача Мужчины Чтоб Ты Выжил Без Него Сам Вот Разница Воспитании Папа И Мамы Поэтому Цели Задачи Разные Поэтому Когда Ребенок Выходит Из Кубертатного Вот Этого Переда В него Входит Папа Должен Подхватить На себя Мальчика Папа Должен Объяснить Как Вести Себя В Мужском Обществе Что Делать Отвести В Какую То Сводить Его В баню С Мужиками На Охоту То Он Должен Эту Функцию На себя Взять В Для Мам Кто Там В Разводе Там Или Еще Что Это Бокс Борьба Футбол Баскетбол Во все Мужские Общества В Кружки Он Там Нахватается Мужских Паттернов И Только Я Тебя Прошу Не Надо Бегать С Ним На Поле Он И Не Захочет Ты Думаешь Кто Т Ходил На Бокс Добровольно Я Не Хотел Ходить Ни На Карате Никуда Но Мне Пару Раз По Морде Дали И Мне Папа Сказал Вот Здесь Учишь Чтобы Ты Бил А Не Тебя Хочешь Я Хочу Да Пару Раз Пизюле Получит Мирно Получит Мужское Общество Отведи Ему Там Пару Раз За Волосы Дернут Прихереет И Сбреет Это Все Я Я Ж С Девяностых Ну В смысле Это Да У Нельзя Было Носить Даже Как Сейчас Я Потому Что Руку Взял За Волосы И Он На Полу Лежишь Я Понимаю Но Думаю Сейчас Не Бьет Сейчас Терпилы Конечно Они Сразу Там Заявление Ты Готовы Дорогие Еще Давай Тебе Надо Просто Закрепиться У тебя Вот так Самооценка То Я Достойно То Мне Не Надо И Ты Вот Это Туда Сюда Когда До Семь Подпрыгнешь Купи Себе Сумку Я Не Зая Что Тебе Надо Кроссовки Сумку На Что Тебе Жалко Нет Машину Забудьте Свою Машину Трусы Купи За Семь Миллионов Да Да Не Надо На Машину Ты Никогда Не Накупишь Что Ты Мерседес Хочешь Какой Тебе Семь Миллионов Колесо Ты Купишь От него За Семь Миллионов Ты Своего Мерседеса Что Купишь Зеркало Или Кольцо Ты Если Начала Собирать Тебе Собрала Возьми Семь Миллионов И Купи Трусы Я Не Знаю Или Платье Возьми За Семь Лямов На Что Тебе Жалко Скажи Платье Трусы Сумка На Что Трусы Да Пусть Трусы Будут Не Носи Потом Цинично Какое Ощущение Потом Расскаж Пусть Глупости Ничего Страшного Что Ты Купи Ей Надо За Миллионы Ей На Майбах Не Пытает Когда Ты Обижаешься На Отца Ты Что Ты Не Доделал Что Ты Не Хочешь Отвечать Просто Чуть Больше Ответственности За Свою Жизнь На Себя Возьми И Обида Пройдет Пока Ты Ничего Не Хочешь Делать Ты Будешь Обижаться На Него Я Очень Сильно Обижался На Папа Что Он Мне Не То Образование Дал Квартиру Не Подарил У Есть У 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 Брат Двоюродный Схерает Двоюродный Брат Должен Квартиру Я Ждал Я Искренне Думал Что Мне Должны Подарить Я Обижался На Мотиватор Как у Безоса Почти Прошло Это 22 Года Я Сама Купила Машину И Разбила Машину Он Тебя Так Сильно Обесценник Хочет Зачем Ты Машину Дала Никогда Не Давай Жену Машину Никому Не Доверя Знаешь Так Не Давайте Выдохни Купи Еще Машину Купила Нет Купи Готовы Дорогие Вы Уже По-моему Устали Вы Ждете Да Уже